Доброе утро! Каждый раз мы просто с замиранием сердца и наблюдаем за вашим замечательным проектом. Скажите, пожалуйста, кому на этот раз удалось помочь? Какой сбор закрыли? Сегодня мы можем говорить с радостью о том, что удалось помочь Виктории, жительнице Нефтьюганской, девочке 9 лет с диагнозом ДЦП. Это был четвертый ребенок из Югры, которому благотворительный фонд волонтеры в помощь детям-сиротам своим проектом Добрые крышечки, всероссийским сбором в рамках этого проекта смог оказать дорогостоящую помощь в покупке реабилитационной техники, в данном случае коляски. Как здорово! Тамила, скажите, а как много времени требуется, чтобы закрыть один сбор? Это в основном зависит от суммы сбора. Дело в том, что фонд волонтеры в помощь детям-сиротам своей задачей ставит покупку именно реабилитационной техники, которая зачастую дорогостоящая. И разброс цен, конечно, разный. Поэтому, если коляска стоит 320 тысяч рублей, например, то понятно, что сбор будет продолжаться несколько дольше, нежели, например, велосипед за 180 тысяч рублей. Скажите, а вот этот сбор как долго закрывали? Он продолжался, в общем, не очень долго. Буквально, может быть, пару недель. И в этой связи, не без радости и гордости, должна заметить, что в последнее время сроки сборов существенно сокращаются. Благодаря тому, что люди узнают, активно участвуют в проекте по всей России. В настоящее время более половины субъектов Российской Федерации участвуют в проекте, в Югре, в 53 населенных пунктах собирают крышечки. И это отрадно, конечно. Да, Томила, скажите, а по какому принципу Вы выбираете тех, кому помогать? Значит, дело в том, что выбираем не мы. Решение о том, каким детям будет оказываться помощь, постановка их, скажем, в очередность осуществляется самим фондом в Москве. А сведения о детях подаются, конечно, из регионов. Это дети, у которых есть нуждаемость, во-первых, по здоровью, в реабилитационной технике. Ну и важное условие, что это дети, находящиеся под опекой в приемных семьях. Томила, скажите, пожалуйста, как можно Вас найти, если есть желание поучаствовать? И где расположены пункты сбора крышек по округу, получается, в городах? Так. Найти нас легко. Аккаунт регионального куратора Елены Микитшевой в Инстаграме. И также информацию можно почерпнуть просто по хэштегу «Югра собирает». Это такой отличительный наш знак. Всегда можно узнать о пунктах приема. Кстати, Елена готовит карту, в соответствии с которой можно будет свериться и узнать пункты приема ближайшие. И просто познакомиться с куратором можно. Например, мне, юганцы, которые собирают дома крышечки, но по каким-то причинам не могут донести... Сдать пункт, наверное, да. ...состоятельно к сбору, они мне звонят, и я заезжаю. В общем-то, это тоже приемлемый вариант. Процесс налажен. Спасибо Вам огромное за Ваше замечательное доброе дело. Мы желаем Вам процветать и расти. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok